к чему приснился сон тема сегодняшнего таро расклада всем здравствуйте меня зовут алина вы на канале взгляд свыше и я очень рада что вы открыли это видео всем кому интересно к чему вам снится тот или иной сон что возможно высшие силы хотят вам сказать да все помощи этого сна в каких мирах вы там блуждаете что вам снится и к чему это в общем этот расклад для вас поэтому подключайтесь пожалуйста энергетически кто хочет зажгите рядом свечку если у вас есть такое желание или возможность и давайте будем смотреть сейчас на каждой из трех вариантов я выложу по одной карте которая будет обозначать что конкретно вам снится итак вариант под номером один ваши сны вариант под номером 2 что снится вам вариант под номером три посмотрите пожалуйста на предложенные варианты и у вас есть минуту для того чтобы сделать свой выбор почувствовать какой вариант именно ваш а а А я начинаю смотреть вариант под номером один. Здравствуйте, кто выбрал первый вариант. Настраиваюсь на вас, на ваши сны. К чему вам снится то, что постоянно приходит, когда вы находитесь во сне? К чему это всё снится? Что вам хотят сказать высшие силы? Что вы должны понять? К чему это всё? Итак, давайте будем смотреть, к чему вам снятся эти сны. И что вам хотят сказать высшие силы? От чего хотят уберечь? Ну, давайте смотреть, что же вам здесь снится? Первый вариант. Очень много воды вижу, очень много. Можете видеть, как будто вы тонете, или как будто вы плаваете, знаете, как будто вы живёте вот в этом водном мире. Очень много воды, эмоций, как будто вас ещё поднимает воздух. Кстати, летать тоже можете, однозначно. По старшему аркану, умеренность, я чувствую как будто прилив и какое-то состояние, ну, невесомости. Может, действительно летаете. Ну, а кто-то прям вот в морях, океанах уносит вас потоком туда. К чему это всё снится? Вы знаете, вас хотят предупредить о том, что нужно из своей жизни что-то отпускать. Нужно с чем-то прощаться, потому что это уже неизбежно. То есть вы на краешке стоите, и вот-вот вы уже отпустите из своей жизни то, что себя уже отжило. Дальше. У кого-то это может быть ещё связано с переездом и с каким-то абсолютно новым путём в жизни. Абсолютно причём новым путём. Смотрите, если касается того, что нужно отпустить уже на конец-таки своей жизни, то тут нужно отпустить какого-то мужчину, какие-то отношения, да, с мужчиной. Причём отношения абсолютно, которые, ну, именно вас недостойны. То есть вы были созданы для абсолютно других энергий. А если же это не касается мужчины, то здесь ещё идёт информация о том, что вам нужно освободить энергию из своей жизни, которая себя отжила, для того, чтобы что-то новое ворвалось в вашу жизнь, которое принесёт вот это вот новое, абсолютно новые, другие, намного более высокие энергии, чем есть сейчас. То есть расчистите своё пространство, и вам Вселенная даст намного больше, намного лучше. И без чистки, к сожалению, здесь вода, она же очищает. Вот действительно, здесь нужно будет сделать чистку не только в своей жизни, но и дома, и в телефоне. Почистите там фотографии, ватсап, почистите там телефон от ненужных контактов, уберитесь в доме и в своей душе. Что здесь ещё? Да. Да, если это касается отношений, то уберёте вот этого человека из своей жизни ненужного. К вам идут абсолютно новые, другие, счастливые отношения. Дальше, если это не касается отношений, то в вашу жизнь должна прийти энергия устойчивости. Вот. То есть если вам снится вода, это же, да, такой, как сказать, это же нужно ещё уметь балансировать, да, когда ты плаваешь на волнах. Или если вы летаете, это же нужно уметь тоже держать баланс в полёте. Так вот, в вашу жизнь тремится вот этот баланс, да, устойчивость по четвёрке жезлов. Её нужно впустить. Но для того, чтобы её впустить, эту энергию баланса, то, к сожалению, нужно распрощаться. Или даже не к сожалению, к счастью, нужно распрощаться с тем, что себя уже изжило. Вот и всё. Во-первых, пожалуйста, не застревайте мысленно на каком-то негативе. То есть вы можете не видеть перед своим носом какие-то возможности, которые, ну, прям явно для вас открыты. А не видите вы это лишь потому, что вы можете застревать в каких-то прошлых моментах, которые вас огорчали. Вот. И ещё по четвёрке кубков, пожалуйста, обернитесь, посмотрите вокруг, потому что вам высшие силы дают столько знаков, ну, столько каких-то мелочей, которые вы не замечаете. Вам просто нужно немножко перестроить, как сказать, своё мышление, да, образ своего мышления. И в конце концов ворвётся в вашу жизнь то, что уже так давно хочет, но вы почему-то не позволяете. И когда вы из своей жизни будете отпускать, что себя уже изжило, вам ни в коем случае нельзя находиться в состоянии уныния, переживания, обдумывания, а стоило ли, а не стоило. В общем, если вы это сделаете, то это нужно делать уверенно и ни в коем случае не смотреть назад. Ни в коем случае. От чего вас хотят уберечь? От чём хотят предостеречь высшие силы? Девятка Пентаклей и тройка Жезлов. Знаете, перед вами на самом деле открываются очень-очень яркие перспективы. Вам главное здесь найти баланс, да, найти, как вам объяснить, баланс, когда вы не зазнаетесь, когда вы не зазвездитесь, когда, то есть вас прям очень ждёт какой-то яркий новый этап в жизни. И вам высшие силы советуют ни в коем случае... В общем, сейчас я скажу понятным языком, я просто пытаюсь переводить ту информацию, которая ко мне идёт. Более будьте заземлёнными. Вот, не витайте в облаках, да, какого-то счастья, славы и так далее. И ещё, то хорошее, что происходит в вашей жизни, вам обязательно нужно держать при себе. Не делиться, не распространяться. В вашем случае счастье любит тишину. И никак иначе, абсолютно. Так что, вот такая вот информация для вас, мои девочки, хорошая, кто посмотрел первый вариант. Я вас благодарю за внимание и буду ждать от вас обратную связь, как обычно. А мы переходим к раскладу под номером 2. Здравствуйте, кто выбрал второй вариант. Давайте смотреть ваши сны. К чему вам они снятся? Что конкретно в этом вам снится? И к чему это? Что вам хотят сказать высшие силы? И от чего они хотят вас уберечь? Или о чём хотят вас предостеречь? Что вам нужно знать? Итак, к чему снится то, что вы видите во снах? К чему это всё снится? Что вам хотят сказать высшие силы? Сейчас я так немножко подвину. И о чём хотят вас предостеречь? Что вам нужно знать? Ну что, давайте смотреть. Итак, что же вам снится? Слушайте, замечательно, по тузу кубков. Счастье вам снится? Может быть, вам снится, что вы беременны? Много воды ещё вижу около вас. Но это какая-то очень позитивная энергия. Прям энергия, от которой, вот я сейчас говорю, у меня аж мурашки. Вы просыпаетесь в потоке какого-то счастья, эйфории. И, возможно, когда вы просыпаетесь, вы думаете, боже, ну почему это не на самом деле? Да, почему это был всего лишь сон? Очень положительная энергия. Давайте смотреть, к чему это вам всё снится. По восьмёрке жезлов это может быть информация, которая к вам идёт. Какая-то очень позитивная и положительная информация. Какие-то новости, которых вы так давно ждали. Вот-вот вы узнаете о чём-то очень-очень хорошем. Кто-то, кстати, встретит прямо человека, которого пошлёт вам сама судьба. Сами высшие силы каким-то образом вас с этим человеком сведут. Ещё вы можете этого человека встретить по переписке, да, по интернету. Или же это будет где-то около воды. Вот опять я вижу очень много воды около вас. К чему ещё может сняться эти сны? Грядут огромные изменения в вашей жизни. И высшие силы хотят вам лишний раз об этом напомнить, что будь готова. Скоро в твоей жизни будет абсолютно другой период. Вот, правда, период я вижу счастья, радости, когда вы спокойны, когда вы уверены в себе, в людях, которые вас окружают. И ещё, возможно, кого-то ждёт переезд, дорога, и вас высшие силы при помощи снов подготавливают к этой дороге. Да, наконец-таки получится у вас то, что вы так долго планировали. Замечательно. Что вам здесь хотят сказать высшие силы? Десятка жезлов и император. Замечательно. Вы знаете, какой-то мужчина вам поможет завершить очень важный этап вашей жизни и начать новый. И этому мужчине нужно будет довериться. Он вам поможет, такое ощущение, что выпутаться из чего-то, из какой-то ситуации, разгрузить себя, убрать что-то лишнее из своей жизни. Возможно, это ваш муж. Возможно, это человек кармический, который идёт в вашу жизнь, и по двойке кубков, и император. Человек, с которым вы свою жизнь свяжете прям официальными брачными узами. Такое тоже может быть. И вас высшие силы к этому готовят. Однозначно, когда он появится в вашей жизни, у вас как будто бы, знаете, разделится жизнь на до и после. И уже не будет никогда так, как раньше. Абсолютно. Замечательно. А от чего вас хотят уберечь высшие силы? Предостережение какое? Королева кубков и тайная жрица. Так. Ну, вот это мне не очень нравится. Ну, смотрите, девочки, я вам несколько вариантов озвучу, что здесь идёт. Во-первых, может быть соперница в вашей жизни, да, и вам нужно, ну, немножко, как бы, ушки на макушке, да, и глазки востро, если вы понимаете, о чём я. У кого-то прям здесь высшие силы предостерегают о третьем лишнем в отношении. А у кого-то, девочки, откроется тяга к знаниям магическим и какие-то эзотерические способности, и здесь идёт предостережение в том, что без знаний ни в коем случае не нужно это практиковать. Вот прям туда не лезьте, потому что это будет опасно. Здесь идёт какая-то информация, которая вам неизвестна. Я сейчас ещё посмотрю, чего конкретно может касаться эта тайная жрица, но когда у меня ещё рядом с ней попадает королева кубков, то, ну, это понятно, здесь просто какая-то женщина другая. Ну, вот чего конкретно эта женщина касается или про что это? Паша Жезлов. Знаете, здесь какая-то неопытность, да, и чтобы набраться опыта, который вам нужен, вам нужно очень-очень много изучать. И без этого опыта не нужно лезть в магию и эзотерику. А если это касается женщины, там, третий какой-то лишний, которая завалялась где-то там между вами и вашим мужчиной, то это женщина, ну, у которой есть ребёнок, да. Возможно, она уже такая, с прицепом. Ну, в хорошем смысле этого слова. Я ничего не имею против женщин с прицепом, абсолютно. Не подумайте ничего плохого. Вот такая вот у меня для вас информация. Второй вариант. Я вас благодарю, что вы были со мной. Буду ждать от вас обратной связи. А мы переходим к раскладу под номером три. Здравствуйте, кто выбрал третий вариант. Давайте смотреть, погружаться в ваши сны. Посмотрю, по каким коридорам астральным вы там бродите. Что вас там окружает. Очень много каких-то переживаний. Боли какая-то. Нужно постоянно с кем-то бороться. Может, на вас кто-то нападает во снах. Сейчас посмотрю. К чему вам снится всё? То, что вы видите во снах. К чему это всё снится? Что вам хотят сказать высшие силы? Что хотят сказать? О чём предупредить? Давайте смотреть. Ну, во-первых, что вам там снится? Ну, однозначно на вас кто-то нападает. И вы как будто бы защищаетесь от кого-то. Могут, кстати, даже нападения змей сниться. Как будто на вас кто-то бросается. И вам нужно будет постоянно от кого-то защищаться. Чувство какого-то страха. Невезения. Как будто вы находитесь круг каких-то предателей. Клубок змей, в общем. Всё. Очень много. Очень много змей вокруг вас. И какого-то, знаете, чувства опасности. Чувства, что вот-вот что-то должно плохое произойти. Вот у меня такое ощущение от всего. К чему вам снятся эти сны? Девочки, к чему вам снятся эти сны? Восьмёрка кубков. Карта дурака. Семёрка пентаклей. Значит, смотрите. Отпускать нужно однозначно из своей жизни то, что так вам дорого. К сожалению, это себя уже изжило. И у вас начинается абсолютно новый этап. Абсолютно. И причём, когда у вас этап этот начнётся, вам будет не очень комфортно в этом всём, потому что как будто вас выкинет абсолютно не в зону комфорта. Но вы не понимаете, что это на самом деле такая вот замечательная задумка для вас от высших сил, потому что вас потом выбросит в поток, в котором вы будете наконец-таки чувствовать себя нужной. И какой-то абсолютно новый период начнётся в вашей жизни. Скорее всего, это касается или отношений, которые нужно закончить, или это касается того, что нужно менять работу. То есть там, где вы работаете, то рабочее место уже себя изжило. Или же отношения уже абсолютно себя изжили давным-давно, и вы сами об этом знаете. Вас-то могут абьюзить, вам-то может быть некомфортно. И как будто, знаете, у вас может быть почему-то привязка к человеку, особенно эмоциональная. Но от неё нужно прямо очень срочно избавляться. Вот. Новый этап не начнётся с какого-то прям воодушевления. Будет как-то непонятно, куда вас выбросила жизнь и почему всё так. Но через это нужно пройти. Потому что то, что вам заготовила жизнь высшей силы в будущем, вас очень сильно порадует. Но для того, чтобы вас это порадовало, нужно будет вложить очень много сил, энергии. И здесь вот прям пословица терпения и труд. Всё, перетрут. Это однозначно к вам относится. Однозначно. Что вам хотят сказать высшие силы? Да, наступает абсолютно новый период в вашей жизни. И нужно быть, как сказать, открытым к этому. После того, как вы осознаете, что по повешенному вот эта зависшая ситуация, которая в вашей жизни есть, её нужно отпускать. После того, как вы осознаете, что то, что себя изжило, ну, всё, оно уже никакой радости не принесёт. Как только вы от этого избавитесь, у вас начинается... Вам просто сама Вселенная открывает дверь в абсолютно новую жизнь. Вы посмотрите. И ещё кармическая карта. Страшный суд. Это одна из четырёх кармических карт в колоде. Поэтому очень и очень важные сны вам снятся. И высшие силы с вами прям напрямую разговаривают. Напрямую. О чём хотят вас предупредить ещё высшие силы? Угу. Да. Семёрка жезлов и туз мечей. Послушайте. Вам на самом деле никто не конкурент. На самом-то деле. И вы об этом знаете. И вам как никогда раньше сейчас нужно бороться за себя, за свои права. И нужно будет себя отстоять. Свою жизненную позицию, свои какие-то ценности, свои приоритеты. Это всё нужно будет отстаивать и бороться за... Да, за счастье. Бороться за счастье в вашей жизни. Вот. Без этого никак. Я вижу, что у вас в жизни наступит идеальный момент. Идеальный. Вам только ни в коем случае нельзя, знаете, зажиматься в себе. И вас ждёт прекрасная жизнь. Десятка пентаклей. Суд страшный. Да замечательно всё. Главное, отпускайте то, что себя уже изжило. Всё. Здесь всё очень просто. Всё, мои хорошие. Я думаю, я ответила на ваш вопрос. Я буду ждать от вас обратной связи. Пишите комментарии. Давайте обсуждать, что же всё-таки происходит там в ваших снах. Ну, а с вами была я. Меня зовут Алина. Вы были на канале Взгляд Слышим. И до новых встреч, до новых раскладов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин